друзья здравствуйте разберем сегодня интересный момент особенно девушкам будет интересно что же такое менструация я понимаю что мужчины но они как-то смотрят на этот момент есть некий физиологический процесс у женщины которые ничем особо так не обусловлен с точки зрения физиологии ну как бы вот так гормональный фон срабатывает давайте разбираться это полезно будет и мужчинам знать и женщин поскольку женщины они живут дольше и мы сегодня обоснуем этот момент почему все таки они живут дольше так вот давайте разберемся что у нас происходит во время менструации у нас происходит линка вот говорят я знаю что как мне по крайней мере когда приходили читать лекции даже в университет я уж не помню как этот предмет назывался но я уж честно так это давно было уже 20 лет назад эти все университеты по заканчивались но в целом да вот нам говорили что менструация это слезы по несостоявшейся беременности до кровавые слезы по несостоявшейся беременности но я считаю что это брехня давайте разбираться во первых смотрите вот что у нас в организме очищает у нас есть фильтры естественные но я назову три основных которых мы знаем у нас есть легкие у нас из печень у нас есть почки и вот эти три фильтра они работают на чистоту нашего организма вот я сейчас скажу вещь как предмет до который вам надо над ним подумать так вот поразмышлять что в виду нашего питания у нас печень забивается к 20 годам но я бы даже сказал что раньше сейчас дети они смотрите вот раньше менструации вот мужчины может быть этого не знает но как бы надо об этом поговорить у нас раньше менструации начинались в 17 18 следующее поколение 15 16 следующее поколение 13 14 это мое поколение сейчас у детей 10 11 12 и мамы они знают что я правду говорю то есть это правда так сейчас идут месячные у девочки то есть получается что во-первых чем дальше влезть им раньше начинается менструации соответственно задаемся вопросом с чего вдруг биологическая модель не меняется мы также дышим также кушаем также учимся а что же меняется дело в том что так устроен женский организм что менструации это дополнительный способ вывода токсинов менструации это дополнительный способ вывода токсинов то есть если раньше мы дышали качественно более или менее качественным воздухом более или менее кучу кушали качественную еду наша печень она загрязнялась не в 20 лет а условно там например 25 поэтому и очищаться экстренно организму женскому не приходилось то есть организм представьте как это глубоко организм на уровне гормонального фона устраивает линьку матки для того чтобы сбросить токсины вы представляете что такое менструация менструация это санкционированное очищение организма которое производится на уровне гормонального фона то есть организм он просто у нас забита печень вообще и получается кровушка которая для очищения должна попасть в печень она не может попасть и простраивается дополнительно кровеносное русло и все и она идет в обход а что значит грязная кровь это значит что в сосудах будет грязь в клетках будет грязь межклеточном процесс пространстве будет грязь мозгу будет грязь поэтому мы живем мало понимаете и организм то есть у нас каждым годом все хуже экологическая обстановка все хуже по питанию и поэтому раньше начинается менструация у девочек понимаете в чем суть то есть получается что чем ну чем дальше в лес чем хуже жизнедеятельность наша тем раньше начинаются менструации то есть менструации это не просто так что там так предусмотрено природой это не так менструации созданы для того чтобы вызвать очищение организма женского для того чтобы она на чистый организм на более или менее чистый организм могла забеременеть понимаете то есть организм стал санкционированно сбрасывать токсическую кровь которая собственно и после ну то есть организм очистится и после менструации организм уже может забеременеть вот откуда это взялось вот смотрите многие девочки знают и я не буду для вас таким прямо первооткрывателем что менструация и овуляция это зачастую не связанные друг с другом процессы до забеременеть проще и легче когда у нас середина цикла мы знаем об этом но почему так потому что организму нужно успеть стабилизировать гормоны после вот этого санкционированного очищения организма то есть не вот только когда все расшаталась а успокоиться представляете как мы перенапрягаем свой организм и почему мы так мало живем потому что мы постоянно на 1 месяц у нас происходит дестабилизация гормонального фона менструация это дестабилизация гормонального фона это надрыв организма который приходится ему совершать чтобы сбросить токсины чтобы мы не загнулись окончательно вот женщина она имеет дополнительную как бы дополнительный ресурс для очищения организма это матка представляете а у мужчин такого ресурса нет вот поэтому женщины дольше живут все просто ларчик просто открывался я все лишь об одном рассказал моменте но мы будем все это разбирать вот откуда все откуда ноги растут вот почему все так да там еще алкоголь который навязывает мужчина табака курение мужчин больше курищих или например войны это все понятно но если мы возьмем и прекратим влияние этих аспектов этих причин то женщина все равно будет жить дольше у нее происходит систематическое сбрасывание токсина теперь смотрите женщины говорят у меня миома там что-то там кисты там различные онкологии еще что откуда давайте разбираться потому что токсины которые выходят они живут через ткани кстати это все обжигает тело матки у нас несколько слоев до у матки три слоя и вот каждый слой он все время деформирует кстати каждый месяц токсины они же ядреные это же вписать и печень не могла выплюнуть прошу она забита и вот эти токсины они и сбрасываются через матку это ненормально так не должно быть и получается что раз это так не должно быть ткани то не готовы к этому матки и они постоянно обжигаются там эрозии там кисты там различные опухоли миомы понимаете почему девочки мои дорогие не потому что у вас там проблемы ну как бы в самой матки а потому что сильно грязная печень чистите печень и месячные скромные начинаются чистка печени это раз три месяца три года подряд причем по неделе то есть неделя один раз в три месяца вы чистите углубленных печень и голодание и касторка и тюбажи и все 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 и же с ними и вот через три года у вас более или менее будет чистая печень один раз попить водички или выпить касторочку это не поможет это не работает так это не работает то есть сначала чуть-чуть грязь выйдет потом и чем чище печень тем меньше менструации как у наших бабушек было одна капелька чисто для обозначения что цикл начался новый и все а с чего чистится печенью было еда чистая деревне живешь все воздух хороший с чего чистится понимаете вот откуда это и когда мы смотрим на наших девочек на наших дочень и мы понимаем что все хуже и хуже у нас с организмом что чистить печень надо но лет так я думаю с десяти потому что еще раз овуляция то есть выход яйца клетки и менструация это не связанные процессы женщина она и сейчас девочка говорит у меня были менструации там уже почти заканчивались нас супруга произошли там интимные отношения я забеременела а как так потому что в медицине час это не объясняют понимаете то есть менструация и эвуляция не связанные процессы я бы хотела чтобы это видео посмотрела максимальное количество женщин и мужчин потому что и вам это важно понимаете мужчин это еще реже занимается своим здоровьем вы живете меньше потому что у вас нет системы сброса этих токсинов ну так устроена наш организм женский что чуть больше у него есть инструменты поэтому когда вы касаетесь момента связанного с осознанием себя что пора привносить свою жизнь начиная там с 13 с 14 лет семье должно быть нормой чистится нормой пить касторочку делать тюбажи чтобы чистый был организм и тогда жизнь станет качественной и не нужно будет организму все время представьте модулировать гормональный взрыв в организме чтобы сбросить токсин единственная причина менструации и соответственно вот этого перестройки гормональные это затоксиченными организмом то есть настолько так токсичная кровь что мозг говорит так все железы давайте модулировать месячные иначе мозг загнется вот так то есть это вынужденная ситуация но я надеюсь что я более или менее подробно объяснила эту тему конечно у вас скорее всего будут вопросы буду с радостью на них отвечать пусть у вас все ладится и получается всего доброго